так так в одноклассникам всем привет вижу одноклассники подключились чуть быстрее так вижу пошел фейсбук так вижу активно подключается и фейсбуке одноклассники я просто ехал ребят за рулем было не очень комфортно говорить про связь постоянно прервалась из-за из-за интернета как будто въезд в тоннели там и так далее вот разговор у нас очень важный поэтому я добрался все-таки домой сейчас буквально подождем несколько минут чтобы все подключились и мы с вами обсудим как мы дальше будем жить знаю что те кто находится за рубежом те кто учатся за рубежом работают они больше все-таки в одноклассниках чем в фейсбуке поэтому будем говорить с вами в прямом эфире там и там вот как раз пока ехал за рулем додумал маленько одну как я считаю неплохую идею сейчас порассуждаем значит бельчан наших активистов значит в принципе все граждан молдовы у кого есть возможность у кого под рукой есть карандаш ручка лист бумаги можете приготовить потому что первую очередь это касается конечно бельских сейчас объясню жители города жители ближайших населенных пунктов нужно будет кое-что записать но это пригодится думаю и другим тем кто находится за рубежом вот экиппа димбелс вижу бельских советников вижу или она кашу вижу спортсменов вижу наших очень активных активистов так я просто смотрю все подключается подключается и там и там я думаю что у вас можно будет максимум через минуту начинает так я очень рад что многие пишут в том числе и из москвы из германии из других стран и в россиюзу вы я вас очень прошу так как я считаю что я озвучил некоторые будет принципиально очень важные вещи значит прошу всех максимально делать репосты на и в одноклассниках и фейсбуке ребята делайте пожалуйста репосты потому что я хочу чтобы эту информацию эта информация дошла максимально до всех граждан страны потому что ситуация важна родина в опасности и давайте уже как это конкретно будем что-то решать так вот не пишут звук неважный так сейчас я попробую может быть так ну что добрый вечер дорогие друзья вы все стали свидетелями того что происходило в бельце и буквально за несколько дней до нового года и сразу после это уход шеремета это давление на советников через бандитов полицейских блатных бизнесменов ну потому что партия демократов поэтому их сокращенно демоны и называют ноги потому что они как бы реально ничего хорошего не несут днем они рассказывают про модернизацию молдовы сидит паша филипп с лицом теленка там плохотнюк выступает поэтому по 3d телевизору все рассказывают про любовь стране про то как борются с русскими танками про то как развивают демократию молдове а уничтожает и молодых и пожилых потому что да у нас большинство бельских муниципальных советников это молодые ребята но есть люди и постарше им все равно кого прессовать какими методами угрожать там детьми внуками женами и так далее но я считаю что это просто дикий ужас и самое главное что мы все с вами давным-давно понимаем что живем как бы ну захваченным государством если об этом говорим многие сми из разных стран мира как бы об этом писали были целые материалы репортажа мы как-то вот мы живем и живем плохотнюк значит продолжает четко по своему по своему плану захватывать все что в молдове сегодня дает какие-то хоть небольшие росточки такие демократии значит это сразу срезается заливается там кислотой после этого даже могут уложить бетон сверху и так далее то есть мы знаем как мы плохо же но мы ничего с этим не делаем это главная проблема я считаю все граждан молдова независимость от национальности до были протесты в которых как бы обвиняли оппозицию что туда не зашли там не зашли что-то не добили и так далее ребят мы действовали абсолютно законными демократичными методами мы не нарушали закон все говорили что будет кровь когда она сняли выбор в четырнадцатом году все говорили о том что будет донец луганский и так далее постоянно эти страшилки о захватах молотовые коктейли которые находил кавкалюк правда сейчас он на лошади с лошади ему не так хорошо видно поэтому как бы наверное не находят последнее время но сейчас ближе к выборам будут находить вы помните да там бутылка балтика когда поэтому ребят я вижу заявление разных политических партий которые как бы говорят что вот так и так все прикольно мы боремся мы победим на выборах восемнадцатый год это решительный будет ребят у нас что-то решительных годов я политика начал заниматься в молодой и 14 вот у нас уже 18 у нас оказывается все решительный год перед переносится каждый раз на следующий понимаете значит да мы имеем то что мы имеем мы имеем сегодня в стране я это признаю мы имеем слабую оппозицию в общем смысле потому что в бельцах оппозиция очень сильно бельчане это доказали но она слабая по стране она разделена значит с одной стороны у нас снежная королева майя санду которая до чего бы не дотронулась она абсолютно все замораживает то есть ее не просто так назвали ее же окружение снежная королева потому что она вот палочка дотронется даже до очень подготовленного очень хорошего специалиста в том или ином направлении все человек замерзает в одну секунду у нас другой стороны есть к сожалению который врет ну называет себя пророссийским президентом и гордон и о переживании за то что он называется пророссийским это тоже проблема я переживаю за то что сегодня игорь полностью контролируется находится в кармане у плохотника значит есть очень хорошие ребята которые борются которые постоянно попадают под пресс политической партии платформа да очень многие проснулись у коммунистов есть какие-то общественные деятели которые жестко продолжают критиковать режим виктор чабану алексей тулбуре штефан глигер и другие ребят сегодня все рассуждаем все куда-то показываем пальцем но реально ничего не делаем поэтому чтобы от безделия перейти какие-то как летом делом я хочу сказать следующий пункт номер один хочу поблагодарить еще раз бельских советников которые вчера показали мужество и молодые и взрослые они проголосовали они не они не продались они не подписывали никаких заявлений что усатые то там русская мафия и так далее они не согласились подписывать декларации как подписали наши некоторые люди у которых стала задача любыми путями стать там советниками или примарами сегодня нас кинули наступит день мы с ними поговорим они этого не сделали им предлагали даже просто не прийти на совет заболеть и так далее они пришли после того как вчера 26 советников от нашей партии плюс независимый советник топольницкий значит проголосовали за проведение референдума бельцев давление на людей продолжилось они уже готовят комбинацию что будут собирать подписи у бабушек на рынках и требовать якобы возвращения шеремета потому что они считают что шеремета может быть вместо ну как сильго раду кишневе 2 значит готовить его независимо на парламентские выборы я очень надеюсь что эти планы не были согласованы с игорем миличом шеремета если это так игорь ну послушайте значит так в жизни бывает не буду заострять на это внимание значит сегодня они продолжили нужно большинство чтобы иметь своего его примара они пугают всех что примары после начинают 19 года когда секрет мандаты действующих примаров примары будут назначаться и тем самым они уничтожат работников примарии советников и так далее вот этим они им угрожают сегодня не интересно тут позиция наших внешних партнеров на эту тему значит сегодня написал заявление ушел советник бельского муниципального совета значит корнец николай человек который пугали вчера даже утром и позавчера вечером он проголосовал он бельский адвокат сегодня написал заявление ушел он не ушел к демонам он не объявил себя независимым он ушел отказался от мандата вместо него зайдет следующий из наших коллег но он не согласился быть инструментом у них для того чтобы заниматься каким-то грязными вещами бельских по их просьбе он поступил как мужчина хочу поблагодарить николая да у них может бороться дальше он будет помогать бельчанам как адвокат как юрист но по крайней мере он не предал и да вот видите все таки вчера бельские показали многим которые звонили жалую что тяжело вот меня пугает там женой и так далее бельские вчера выдержали причем выдержали все николай чем предать сегодня написал написал заявление ушел из совет сегодня мы останемся еще без одного советника чтобы не ждать когда он выйдет заявлением на следующей неделе вчера там молодой человек опоздал на заседание муниципального совета бельский муниципальный советник лесник антон который опоздал якобы его там держали в плену последний момент выпустили антон пришел когда увидел что и без него могут проголосовать поэтому решил прийти антон если ты честный парень честный парень ты откажешься от мандата как бы и уйдешь есть очень много работы которые нужно повседневно заниматься в городе для этого не обязательно быть советником если ты станешь тем который подпишет очередные декларации байки там про нашу пальцу про меня и слезно выйдешь на следующей неделе нам это не надо поэтому на сегодняшний день нас уже не 26 а нас 25 а сколько нас будет сколько нас будет зависит от решения лесника значит откажется от мандат у нас опять будет 26 зайдет следующий не откажется значит все то что я учусь читал видео значит это это все является правда плюс антон чиро жаловался коллегам что вот уже пугали шантажер ли антон чтобы тебя не пугали не шантажер ли уйди сам поэтому увидим значит для того чтобы прекратить этот беспредел я хочу чтобы вы все поняли уважаемые товарищи оппозиционеры для реальные оппозиционеры общественные деятели и обращаюсь ко всем вам что вы обратили внимание на то что происходит сегодня в бельце дело в том что сегодня убивает не усатывая нашу партию поэтому многие из вас молчат бельцы сегодня являются последним блокпостом который хочет захватить плохотнюк после этого будут проглатывать остальные города и села они забрали кишинев они также незаконно хотят забрать бельцы а всех остальных они проглотят после этого сегодня мы бельцы готовы держать оборону сегодня обращаясь ко всем реального оппозиционным партиям ребят не будет бельцы я не держусь за кресло но не будет бельц бельцы это последний проблески демократии бельцы даже наши враги наши конкуренты знают что мы не участвуем ни в каких там схемах ничего не пилим неделями так далее реально делаем нормальные дела и боремся со всем беспределом который был на следующей неделе мы создаем рабочую группу из наших консилеров которые будут просить встречи со всеми посольствами со всеми международными организациями проинформируем их и покажем то что многие боятся показать там например прямом эфире из-за того что дети и так далее понимать но вот корнеез николай молодой парень юрист который все написал заявление ушел ну четверо детей он боится за этих детишек поэтому николай ушел его не осуждая важно что вчера он вышел все-таки проголосовал они говорили мы сиди не голосуем эти возбудим дела посадим там какие-то аудиозаписи и так далее пугают другие возможно уйдут еще несколько человек на днях из наших в бельцах но они уйдут сами они не будут предавать понимать но если кого-то там совсем нагнуть конечно может быть все что угодно особенно когда приходят эти рыло и угрожают там кому-то приходят по одному как кому-то группами и так далее сидит молчит бельская прокуратура комиссариат полиции так далее значит сидят эти уроды в кишиневе молчат понимать все вернется ряда поэтому на следующей неделе ребят посещаем все посольства дальше для того чтобы пишут многие бельчане обращаются с просьбой значит укажите телефон по которому можно звонить их может быть организуем какой-то митинг какие-то акции и так далее когда я объявляю о начале мобилизации сейчас бельцев против бандитского режима который есть значит я хочу продиктовать номер телефона значит бельчане могут его сейчас записать значит 0 7 8 1 3 57 24 значит повторяю ребят бельские советники можете опубликовать его на своих страницах в фейсбуке в одноклассниках в инстаграме значит номер еще раз 0 7 8 1 3 57 24 по этому телефону могут звонить бельчане могут звонить люди из ближайших населенных пунктов как рауцел как карлатяна как пырлица это населенный пунктов которых местные советы проголосовали за то чтобы они присоединились бельцам потому что люди ездят черти знает куда оформлять оформлять документы в больнице и так далее так далее понимать люди живут в рауцел под бельцами также как и полица ездят фалешт поймать карлатян тоже у нас под бельцами понимаете то есть люди хотели сказать что мы примем всех которые хотят и к нам тянулись эти населенные пункты приняли решение хотя другие но других еще пугают чтобы они ни в коем случае за это там не гола не голосовали ребят уважаемый бельчане звоните пожалуйста по телефону который я вам указал оставляйте свои координаты свой мобильный телефон свой домашний телефон чтобы в случае протеста значит можно было активно значит выйти всем выйти всем на улицу чтобы мы с вами защитили наш родной город чтобы мы с вами защитили наш 1 город от этих бандитов еще раз повторяю 0 7 8 1 3 57 24 это телефон для бельчан и жителей всей страны также дорогие друзья я обращаюсь ко всем гражданам молдовы что на именно 9 числа после рождества я опубликую список телефонов по всей стране значит это будут горячие линии по которые будут работать с утра до поздней ночи каждый день без выходных куда вы сможете позвонить оставить свои данные записаться и сказать что вы готовы выйти сегодня для того чтобы поставить точку правящему режиму те кто находится диаспоре в россии также будет опубликован 9 января телефон который будет работать каждый день по которым вы будете звонить записываться где здесь буду встречаться я с вами че че циние дичьи дин диаспора калисах в остателе уе марефер романия италия португалия спания германия мария британия франца шалты 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 статьи бэс сундижа мульти персоаникарю мау контактат им приват шау спуску сунгат ас организы за лукру ку диаспора красы не мешкем делок кс с ажунжем шиной а че ци детали че цилия че вау пособилитете им скрицем в приват не телефоним тискутам персонал каце и че намеры телефоне подпублика в ураше ли шестателе дин уе унди ва флате шоу с публикаем о лисфа францам азе дин хомаса И когда в саптамына вейтаря будет появляться по всему миру Памынтеск, номерам телефона в ВУЕ, СТАТИЛЕ УНИТИ, ССИИ, здесь я, на Москва, мы все делаем связь между нами. Но все делаем, но мы, все поднятки, знаем, что мы проверим линии и возможностей. Мы должны были ругаться с Молдовым. Считаем цитатинам, что у нас все осталось и уехать. Мои люди, которые готовы, у нас билы, они не были успешными, они были успешны, они были успешны и многие у них были успешны, и многие, многие, они были успешны. Сегодня мы все вместе. Мы приехали в Чечнев. Я, конечно, это стало, и мы будем делать это. Ни однём, что виним, что дать или чтим, вот дать очи нашла бандит с карьевьем, что здесь, думаю, было мной купринщипе, кувало, коз, кино коренной лавьем, до дон, где демнят спонсоры пророссийские, плохотнюка и проамериканские, цара шесть деструже, збат жёг, дипрудели настры, дикопи, дибуни, карьевитор, вами мы, Република Молдова, нас есть. Хайде сласэм лаупарти ворог, карьевитор, карьевитор, я враг, астазим дурец, ка тот глобопомонтеск сваде, кум, шепот, уни Молдовени. Стабилим оцзэ, инщет, к нас авем билет, лавиан, извиним, татцам трудзаказ, инщет, ненцележим, карьев саптамын, камкум ажунжим, и нас не поата блока, ла фронтиеры, диварище, святим, чатачение Републики Молдова, поэтому, ребята, я объявляю о том, что это добрый год, мы в этом году можем с вами кардинально что-то изменить, если мы объединимся. Если мы не объединимся, ничего не получится. Поэтому, я понимаю, сейчас будет паника, будут уже новости, будут опять боевики про русские танки, про солнцевскую мафию и так далее. Ребята, короче, объединяемся и выдвигаемся все для того, чтобы положить конец бандитскому режиму Плохотнюка. В чем мы сейчас сидим, думаем? Как сидеть, как выступить на досрочных или плановых выборах, чтобы как-то там обойти, послушайте, Дадон с Плохотнюком расписали все по клеточкам, по миллиметрам, ребят. Это то же самое, когда, знаете, как многие люди, когда приходили, вы знаете, там у Плохотнюка наперсочников хватает, когда приходили, причем неважно это были, беременные женщины, студенты, бабушки, которым, когда им говорили, бросьте кубики или угадайте, где там под наперстом камшарик, каждый раз человек играл больше и больше, потому что он думал, вот сейчас я точно угадаю, но я же вижу, что шарик там, значит, я его найду и как-то верну деньги и еще там что-то заработаю, понимаете? Поэтому наперсочников мы не можем победить сегодня, потому что, еще раз, мы живем с вами в бандитском государстве, поэтому без полной мобилизации, повторяю, значит, еще раз для тех, кто присоединился, ребят, пишите мне в личку, оставляйте свои контактные телефоны, неважно, где вы находитесь, вот мне пишут, Тель-Авив, я не упомянул, Израиль, ребят, Израиль, Германия, США, Франция, Италия, Румыния, Российская Федерация, крупные города в разных странах, где есть скопление наших соотечественников, ребят, пишите, оставляйте телефоны, на следующей неделе, после 9 числа, я опубликую телефон для горячей линии в России и других странах. Если не будут у нас представители во всех странах, которые будут вести этот список, записывать желающих поехать домой, значит, мы его потом дополним. Главное, с чего-то начать. Но нужно начинать, потому что времени у нас с вами на самом деле очень мало. Потому что люди будут звонить, да, в Молдавии те, которые будут принимать звонки, понятно, будут слушать телефоны, потом будут выходить на этих людей. Я думаю, что на следующей неделе будут также указаны мессенджеры, просто сейчас для Бельских, еще раз повторяю, телефон для связи в Бельсах 0781-357-24. Значит, для Бельских телефон есть, на следующей неделе уже все будут мессенджеры, вайберы, ватсапы и так далее, мы сможем нормально говорить. Значит, и как бы будет... И как бы, ну, я уверен, что будет у нас все в порядке. Поэтому, еще раз, я благодарю всех вас за то, что вы есть. Хочу поблагодарить всю нашу команду в Бельсах и во всех других населенных пунктах страны, наших примаров городов, сел, наших сельских советников, городских районах. Ребят, огромное спасибо всем тем, потому что я знаю, что если бы наша партия не появилась, наша политическая села в 2014 году, то многие из наших тоже были бы уже где-то за рубежом на заработках. Вот, поэтому, ребят, делайте, пожалуйста, перепосты. Ворог Денту Цуфлету, ну, Рок Пентру Мини, Рок Пентру Република Молдова. Дистрибует ворог Кыт Маймут, Ксвады, а часто Декларации Туата Луми. Ксэ, 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 ксэ аудачэст мешат, месаж, кэтмаймут улуми, он изамын куатат маймут саффинкаэнсентарьсэмакарь. Ксэ, астаз, я мангни, дадисчинсу кризи, доар, к диаспора на Федерации Рус, ксэнд, мммммммммм, ксэ, 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 ксэнт, чатачени, айноштээ, которые работают в статях УЕ, в статях Университета Америки, что мы сказали, что у нас есть древность. Хадиск, понимаете, мы идем в семье, в семье Молдова, и требует снять им то. Партидеры, которые хотят быть в аккорд, все-таки в этом. Партидеры, которые не знают, что они не знают, что они как будто в опозиции, но они не знают, что они не знают. А еще, они знают, что они не знают. Понимаешь? НОЭДИТРАДОТОРЬ, ИОМУБУСЫ ДЕТРАДОТОРЬ. НИКОНОСПУНИЙ ЛУМЕК. Наш Пчела настолько хорошо ремонтировал дороги в Бельцах все это время, и, видно, получил еще какие-то отходные там. Он медленно пишет на русском, на молдавском писать вообще не имеет. Так же, как Лариса Брагарь, которая подписала тоже заявление на молдавском языке. Пчела вчера с каким-то парнем вдвоем улетел у нас в Египет. Понимаете? Отблагодарили эти бандоса. Те же, которые пчелу закрывали год назад. Надо отдать должное. Год назад пчела выдержала. Его закрывали. Просили рассказать какие-то байки, что вот усат, Ренат, бандиты, поэтому ты от него уходишь и так далее. Пчела не ушел. Сейчас он ушел, потому что наберился, потому что я начал его прессовать. Но я его начал прессовать за качество дорог и за сроки, выполняемые ими работой. Понимаете? Поэтому, как бы, ну, у меня там, где касается работа, поверьте, своих точно нет. И так должно быть абсолютно у всех. Поэтому, ребят, значит, давайте... Давайте, значит, я сейчас просто вижу, многие задавали вопросы. Просто бегущая строка, так как пишут очень многие, так как пишут очень многие, я не успевал... я не успевал читать все вопросы, но я сейчас вот то, что буду видеть, буду на них отвечать. Так. Ренат, вас же сразу арестуют. Ребята, если нас будет много, никто никого не арестует. Так. Вот мне уже начинают приходить сообщения, смотрю в личку, о том, что там готовы, там, ребят, будем встречаться, будем открыты. Мы не призываем к государственному перевороту. Мы просто хотим вернуть людям страну, которую у них украли, как бы. Все очень просто. Так, вижу поддержки, ребят. Я вижу, тут ноги перед Владоклассниках. Майдан, Майдан. Ребят, нету никого Майдана. Это просто будет собрание всех граждан страны, вне зависимости от национальности. Какие Майданы, о чем вы говорите. Я против Майданов и всего этого. Мы с вами там все решим. Так. Так. Так, пора давно сделать это, ребят. Если не сделать, то на всю жизнь топтать будет плохотно. Пишет Игорь Гушан в фейсбуке. Абсолютно согласен. Так. Народ с вами нужен толчок. Только Майдан спасет Молдовь. Ребят, вот слово как-то не очень нравится. Потому что вы поймите, сейчас мы дадим им повод. Они сейчас будут с утра до ночи крутить, как бы что... Это самое. Каким образом вернуть страну? Придем по кричам и разойдемся, ребят. Никто не придет просто кричать и расходиться. Вы поймите, если я говорю о том, что нужна мобилизация всех граждан страны, всех тех, кто находится в диаспори, люди прилетят за тысячу километров, проведем митинги, разведемся, по домам плохотенку по барабану эти митинги. Вы их видели не один раз, и это заканчивалось ничем. Так, вижу общественные деятели. Андрей Попов подключился к нам. С народной дипломатикой. Андрей, мы обсуждаем сегодня мобилизацию всей диаспоры, для того, чтобы все приехали домой, независимо от национальности страны, в которой находится, для того, чтобы за одну неделю все закончить с нашими бандитами Малая. Так что ждите горячих репортажей на порно-каналах холдинга. Так, так, мотоптери, Кэндус Софи Бенинсара. Софи Бенинсара, точка на Минита, с вами бунь Теспи, с оптимоном Мирже Макас. Так, нужно набрать за 100 тысяч человек. Ребят, я не мечтаю, чтобы, мне бы очень хотел, чтобы прилетело 100 тысяч. Мне сложно в это поверить, если прилетят 100 тысяч человек со всех стран. Ребята, я стану перед всеми вами на колени. Я даю свое слово. Я стану перед вами на колени на площади Великого Национального Собрания, если 100 тысяч человек прилетят домой. Но сегодня, чтобы это самое, одному отключить солярий, другому подключить кипятильник, чтобы не пил холодный чай, или там грелку, чтобы задница у кого-то там не замерзла, не заданила, несколько десятков тысяч будет достаточно. И поверьте, побежит кавкалюк, он даже бросит своего друга лошадь, он ее не будет тащить на себе. Можете не сомневаться. Контакты, если есть в Калининграде. Ребят, значит, смотрите, вот с Калининграда, кстати, я ни с кем не договаривался. Пишите мне в личку, оставляйте ваш телефон. Можете купить отдельную симку, чтобы вы знали, что на эту симку звонят те наши соотечественники, которые проживают на территории Калининграда. Значит, ребят, у которых, у кого есть возможность, ребят, еще раз говорю, игра в цурки закончилась. Поэтому, те, которые находятся в диаспоре, приобретайте отдельно одну сим-карту, она стоит там несколько, несколько евро, несколько долларов. Значит, подключите отдельный телефон, чтобы вы могли использовать этот телефон, чтобы люди, чтобы вы мне могли его скинуть. Я его указываю в общем списке телефонов, на которые могут звонить люди. И, как бы, я считаю, что вы серьезно внесете свою лепту в наше общее дело. Так, дроки, я поддерживаю, почему не объединяться с социалистами? Ребят, из тех, кто голосовал, их сегодня меньше, которые поддерживают партию социалистов, еще больше людей, у меня не было проблем к партии социалистов. Я не предъявлял им никогда ничего за их доктрину, за их программу, правда, половину у нас украли. Значит, у меня претензия в том, что Игорь Николаевич Додон как бы залез под Плохотнюка и, короче, знаете, как дети, которые, там это вот, дети, которые в детстве играли в войну, как бы Игорь там лежит в кустах, Игорь, тихо, я в домике, я в танке, понимаете? Ну, нельзя так. Но превратился в помойку. Вышел бы тоже, вот референдум в Бельсе, вышел бы сказал, послушайте, референдум по всей стране. Он на референдум выйдет, это только если Плохотнюк разрешит ему организовать некую раскрутку. Почему Додона вчера, второй раз отключили его кнопкой 2-го числа, кнопкой, плюс раньше там его вытаскивали и вставляли в розетку, а сейчас кнопкой дистанционкой Плохотнюк пиу, там Додон без полномочий, пиу-пиу, с полномочиями, понимаете? Ну, из него просто, ну, Плохотнюк делает из него шалаву, не я. И у меня все претензии были к Додону только из-за того, что он лег и сотрудничает с Плохотнюком. Найдите всю мою критику. Я никогда его не критиковал за экономическую деятельность там и так далее, понимаете? Я его критиковал за то, что он лег под Плохотнюка, понимаете? Додон сам к нам прибежит. Он когда увидит, что трон Плохотнюка мы с вами расшатали, Додон сзади прибежит и скажет, я верховно-клавнокомандующий с нами, понимаете? И ничего мы ему тоже дадим на лошади посидеть, понимаете? Ну, он же там и на пушку за мной залезал, понимаете, когда мы протестовали и так далее. Поэтому как бы все в порядке. Так, у платформы, да, требует говорить. Боец, сзади с куто луна, ка раз, интро-де-выр, мере, сэй дам жоспи бандицы для гувернария. Яка шитет ситуация. Так. Так, чекарнук разный взрыв, рог, сэн и бусинтут, пуск, чекарнук разный взрыв, браво бэс, чекарны сэн и израил, тот, чинь у вас эфи респонсайбл диконтактик, сэн цэр, он диджан в лес, а сэн дуни нон. Скрыцем им приват, барок, номер у вас, руде телефоны, ничего рожь, вафлаз, решиться им скрыц, да кабец, ватсап, саввайбер. Мэлэц, сэй, кэрсавлэн Молдова, кэдинкав заласта, ну и нас пьем, кучей димуло, коммуника, нормал пьем, дискута дуар пи ватсап, плахотину крест, паскул, ты такой. Так. Дардак, эти арестязы, че фаси. Вами бань, ё парковина, каасш, ной не мацелеск, видим, дзэсди миди, вами никси, арестэм пидэнши, да вой маэтребаз, да дак, те арестязы. А па туэч, паттинь, дженерал, сумай пащим, никодак, снега не ласта. Каналанкиц, пеплахотнюк, минимум, право нашел, арестэм пидэнш, что это банда. Так. Так, телеграмм. Так, почему-то. Пути. Ну и критка, салезьем у сарбатуаря, ворясь и фасиму, оп, мартии, асарбатурием, пеламгаджи, бисея, пелапидея, пелагуверн. Почему вы всегда агрессивно высказываетесь от додонии и чуть ли не трогайте плахотника, там девушка пишет. Девушка, побрызгайте себя святой водой, агрессивно от додонии. Послушайте, это кто? Ваш додон боюет с плахотником? Я уже понял. Нет проблем. Так, молдавские спортсмены, да, многие мне написали. Ребят, все, кто есть в России, в Европе, полковники, водители маршруток, люди с двумя высшими образованиями, которые работают, дворник. Ребят, подключаемся, подключаемся. и, так, так, вместе мы сила, согласен. Вот, 150 человек в Собнинске, с тобой, Ренат. Ребят, важно, чтобы они доехали, эти 150 человек в Собнинске. Скажите номер телефона. Ребят, еще раз, я объявил сегодня телефон только для 078135724. На следующей неделе, еще раз говорю, опубликую все ваши, все страны, в которых, как бы, будут наши представители. Если вы хотите в том или ином городе России или другой страны организовать, мобилизовать людей, имейте контакт с Диаспорой, еще раз, пишите мне в личку, указывайте страну, город, в которой находитесь, и обязательно телефон там с Ватсапом, Вайбером, если есть, если нет, открытый телефон. И примерно напишите в двух словах там, какие люди, там у вас есть, в каком количестве примерно, какие силы. Так. Скажи, что дальше будет? Привалят много людей на площадь. Уверен, что они ломанутся, бомбить парламент. И, ребят, мы просто должны прийти, мы просто должны прийти, арестовать всех этих бандитов. Все очень просто, вместе. пока мы не объединимся, эту мафию не победить. Совершенно верно. Но пора. Ребят, я еще раз говорю, я извиняюсь. Может быть, были какие-то неточности с моей стороны. Я всегда признаю, я всегда признаю ошибки, если я, если я какие-то совершил. Я еще раз говорю, я как человек без опыта в политике, в отличие от всех этих разноцветных, может быть, допускал какие-то ошибки, но я вас не предавал. И я, если даже делал некоторые вещи, которые кому-то могут показаться неправильными, то это дело для того, чтобы получить ту или иную информацию. Послушайте, я сколько один день я напишу книгу, это будет большая книга, это будет интересная книга, о вещах, о которых я не могу говорить. Там ничего такого нет. Просто я думаю, что то, что я сделал в своей жизни, будет интересно прочитать всем. сколько было предотвращено преступлений, сколько было ликвидировано преступных групп, значит, ну, это все-таки отдельная история. Пока они пусть рассказывают сказки про мафию, там, про и так далее. Так, вот пишут 23 февраля, хорошая, да, обсудим. Так, а ты точно приедешь. Ребят, еще раз, мы собираемся все, и мы едем все. Нет, неужели я там, не, вы там идите, а я там посижу в шалаше. О чем вы говорите? Так, давно надо было сажать, давай мы тебя поддержим. Ребят, очистим страну. Если вы посчитаете, там есть другие руководители, вы там претендуете на какие-то должности. Ребят, руководите вы, если я вам не буду, вы решите, что я могу руководить молдавским Моссадом, я с удовольствием его создам и проведу такую чистку, от которой вздрогнут все те, которые грабили страну в течение последних 20 лет. Так, 8 марта кому-то, так, ребят, не пишите телефоны в комментариях, пишите телефоны мне в личку, в Одноклассники, на эту страницу, с которой идет трансляция, и в Facebook в личку именно на эту. Так, Сау Лапаш, Туат Боннагея, Костерну Думидоу, упакуют прямо в аэропорту, тут пишут. Ребят, не могут упаковать десятки тысяч людей. Так. Так, ребят, ну что, значит, еще раз огромное спасибо, делайте, пожалуйста, репосты, те, которые находятся онлайн, в Facebook, в Одноклассниках, ребят, надо довести этот месяц до каждого гражданины страны. А плюс, вы знаете, я понимаю, что отношение к разным партиям, к разным людям разное в Молдавии. Вы не называя никакую партию, просто берете телефон в руки, да, значит, берете в руки телефон, записываете какое-то видео, обращение. Там, например, Буназио, Маннамеск, Иван Лука Караджаль, Ел, Сунг, Пентруммобилизария, Диаспори, Савиня Макаса, Стерн, Немку, Бандиту, Куриджима, Бандитцеск, Аллы Плохотнук. Здрасте, я Иван Федоров, из Бричан, я поддерживаю, там, Рената Усатова, или без Рената Усатова, я поддерживаю идею сегодня объединиться для того, чтобы дать врывы прекратить и прекратить весь этот бардак, который есть в стране. Поэтому, ребят, очень хорошо. Вот пишет Наталья Довбуш, почему вы не в Молдове? Наталья, я извиняюсь, если вы вышли из пячки и не знаете, почему не в Молдове, то, ну, долго объяснять. Почаще выходи в эфир. Ребят, если надо будет, я буду выходить и в эфир и пять раз в день, только чтобы толк был. Нам не нужно создавать интернет-еливидение, нам нужно сегодня страну спасать. Так, Лас, Лук, Ружь, Вин, Майс, Фащен, Трябов, Фарти, Курик, мы хотим жить в своей стране, а не выживать. Ненависия, она абсолютно согласен. Так, привет, надо поговорить. Ребят, в личку, оставляйте номер, еще раз говорю, с девятого числа я буду очень активно на связи, читать я сейчас буду все, я опубликую телефон в России, значит, пишите в личку, я обещаю со всеми, которые представляют ту или иную город или ту или иную страну, переговорить лично. Ренат, ну и шумку, сударо, севинец, шедунный вастр, не, Мацалес. Так, я писал, что как только ты пересечешь границ, тебя упакуют. Если со мной будет людей в три раза больше, чем те, которые будут нас встречать, то упакуем тогда мы их. Если что, еще даже мы сможем даже герметическую упаковку сделать, не переживать. Так. Так, и вот тут вин, вин, вин. Ребят, ну все окей. Значит, давайте, куда меня жуты, погнали. Посмотрим, что из этого получится. Значит, поэтому, куда меня жуты, мерджи монетти. Ребят, желаю вам всем хорошего вечера, хорошего настроения. Огромное спасибо за поддержку тем бельчанам, которые вчера были в коридоре, я видел, поддерживали советников. Спасибо тем, кто не предали. Спасибо тем, кто продолжает бороться. Спасибо тем, которые ушли вовремя. жду мне, когда, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, естественно, отбор проходит. Так, распунешь, пемесленер, да. Все, ребят, делайте, пожалуйста, репосты, фейсбук, одноклассники. Надо посмотреть мне вконтакте, я ни разу не делал. Live, страница там есть, но ни разу не пробовал. Поэтому всем хорошего вечера. Пожалуйста, делайте репосты. Мы едем домой, и мы будем с ними заканчивать. Аси фугари маша, канаси паты, принди, нужди, так, импортанс, ну, до вязки, тэцфу, вяз, таба и без, кося рыбоны, унири молдувень. Всем, ребят, хорошего вечера. Значит, пишите в личку, страны, города, контакты, примерно, сколько у вас людей. Погнали. Все, вас люблю, хорошего вечера, пока. Ой, будет прикольно в этом году для всех хороших людей и неприкольно для всех этих барбосов, демонов. Пока, ребят.